Привет! Я решила заняться своим внешним видом, своей кожей, потому что последнее время она мне не очень нравится, хотя я стараюсь вроде бы как питаться нормально, но что-то не так. И просто мне интересно, что вообще с моей кожей происходит, поэтому я записалась завтра на консультацию к косметологу, на бесплатную консультацию, схожу, посмотрю вообще, что, как. Те, кто из Воронежа, может быть, знают такой салон красоты, княжна Дарья называется, по-моему, если я ничего не путаю. Я записалась туда, не знаю вообще, что у меня будет за врач, потому что их там несколько. Я знаю, какую-то одну девушку там рекомендовали, на каком-то сайте рекомендации я прочитала, но меня записали просто, я ни к какому врачу именно не стремилась, мне нужна просто консультация. Я хочу посмотреть, как вообще человек будет со мной общаться, что он мне будет советовать, и что мне вообще расскажет про мою кожу, что вообще входит в бесплатную консультацию, если кому интересно. И сегодня я так решила подготовить свою кожу, не знаю, вообще делает это кто-нибудь перед косметологом. Я сделала себе пилинг в домашних условиях, у меня от корейской фирмы гель пилинг, и нанесла маску абрикосовую, Skin Light, по-моему, она разогревающая такая. Короче, обожаю эти маски, но в последнее время не покупаю ничего, потому что у меня уже есть маски, и нужно, короче, их допользовать. Очень много всего, и меня это гнетет, я не люблю много баночек всяких. Короче, до завтра! Доброе утро! Это следующее утро, и я готовлюсь к косметологу, вернее, уже выезжаю. На лице у меня ничего нет, кроме масла. Кстати, надо его взять на всякий случай, может быть, я какую-нибудь процедуру соглашусь делать. И под глаза я консилер нанесла. Если что, там вдруг его снимут, я возьму тоник с собой, пару дисков, на всякий случай ватных, и кокосовое масло возьму. Гоу! Я решила выйти пораньше. Так, я уже приехала, меня так укачало, капец. Ну, короче, вот этот салон. Потом расскажу, что и как. Что я скажу? Короче, как оказывается, я была права, у меня жирная кожа, комбинированная вернее. Ну, это как сказал мне специалист. И мне сказали, желательно на чистку походить, курсом сделать пилинг, это 4 процедуры. Короче, в сумме, если абонемент покупать, то выходит 7 с чем-то тысяч. Это как раз вот одна чистка и 4 пилинга. Это если по абонементу. Без абонемента, соответственно, больше. Намного дороже это выходит. 10, может быть, вот так вот. Короче, я не знаю. Уж очень странно. Она мне сразу прописала вот эти вот чистку и пилинг, для того, чтобы вышло все как по абонементу. Хотя можно обойтись, мне кажется, одной чисткой для начала. А потом посмотреть уже, нужны пилинги, не нужны. Кстати, за чистку сказала она мне вот эту вот механическую, давить пальцами. И за ультразвуковую, по-моему. Так что вот такие вот дела. Я пока еще ничего не знаю. Какие-то у меня сомнения. Не знаю почему. Что думаете вы, кто ходил на такие процедуры? Кто что знает по этому поводу? Кто что может посоветовать? Кто что может сказать? Я буду очень-очень даже рада услышать какие-нибудь отзывы. Потому что мне стремно доверяться первому попавшемуся специалисту. Я хочу еще сходить в какие-нибудь салоны, посмотреть что да как. И уже тогда что-нибудь решу. А так в салоне неплохо. Все чисто убрано, нет запаха никакого. Все цивильно, все нормально с первого взгляда. Я переспала со всей информацией, которую я получила вчера от косметолога. Общий итог, который я подвела. То, что ей очень нравится, наверное, копаться в людях, именно в их коже, что-то давить, выдавливать. Потому что она не раз произнесла фразу, вроде бы и нечего там корректировать особо. У вас немного высыпаний. Но у вас есть черные точки, есть некоторые высыпания, которые долго по ходу сидят. И их бы стоило бы подавить. И вот это слово подавить меня очень насторожило. Люди, которым лишь бы что-то подавить. Это люди не те, которые желают добра остальным людям. А те, которым нравится просто давить. Я слышала, что давить нежелательно. Сама тоже пытаюсь это не делать. Не всегда у меня это выходит, но пытаюсь. И сейчас у меня довольно-таки неплохая кожа. Наверное, это ненадолго. Но сам факт. И я, короче, не хочу. Они мне уже задолбали звонить. Вы там как? Вы там что? Вы там собирались к нам идти? И я говорю, я уже у вас была, сколько можно? Не знаю, мне не очень понравилось это. Именно вот эти моменты. И я как-то не очень хочу. Я в замешательстве. Я не знаю. Вернее, я знаю. Я уже решила, что именно в этот салон я не пойду. Я схожу еще на консультации в какие-нибудь другие салоны. Еще хочу услышать ваше какое-то мнение. Короче, думаю, на этом первый выпуск о косметологии закончу.